Спасибо, профессор Липман. Я прошу вас минуточку еще задержаться с нами, потому что есть вопросы к вам. И я очень благодарна, что вы привлекли внимание докторов геморрагием на диске зрительного нерва. Мы очень часто их пропускаем. Вот сейчас был в сентябре мировой саммит по глазному кровотоку, который проводил в Швейцарии профессор Фламмер. И там была большая дискуссия, посвященная геморрагиям. Оказывается, они реже встречаются в запущенной стадии глаукомы. И замечено, что когда исчезают нервные волокна, уже геморрагии нет, а они появляются где-то за несколько месяцев до истончения слоя нервных волокон. Доктора в России интересуются, какова ваша точка зрения на природу этих кровослияний? Вы знаете, у нас множество противоречий. Представляют ли, то есть вот эти геморрагии первично сосудистый процесс или механический процесс? И близость геморрагии к дефекту СНВС. Вот это тот самый край. И там обычно мы видим некую вырезку небольшую. И это означает, что повреждение идет именно в этой локализации. Когда мы свепт-ОКТ или широкопольное ОКТ проводим, мы часто видим дегенерацию ламины на вот этом гребне. С моей точки зрения, коллапс решетчатой ламины, нейродегенерация вызывает разрыв сосудов. И излияние крови из этих сосудов мы видим как геморрагия. То есть коллапс тканей, коллапс криброзы и дегенерации, и как раз уточение СНВС и вызывает эти кровотечения. То есть, с моей точки зрения, это, скажем, не первично сосудистая. Это маркер быстрого прогрессивного заболевания, когда мы видим истончение СНВС. Если внимательно отслеживать пациентов, например, от теста все ОКТ-изображения и поля зрения, очень часто мы видим изменения на ОКТ или изменения в полях зрения. Они происходят еще до кровоизлияния, то есть заболевание прогрессирует, и мы тогда мы видим кровоизлияние. И когда мы видим кровоизлияние, то ускоряется прогрессивание. Поэтому очень важно не пропускать эти изменения. Мы изучаем ДЗН на каждом визите. То есть каждый раз пациент приходит, мы обязательно осматриваем дискозрительного нерва ДЗН, чтобы не упустить кровоизлияние. Кровоизлияние, простите. Большое спасибо за ваш ответ. Кстати, ваша точка зрения полностью совпадает с результатами, полученными в Южной Корее, ретроспективного исследования, где геморрагии на диске были предиктором прогрессирования, и в то же время причиной их было недостаточное снижение внутриглазного давления. По-видимому, механический фактор играет важную роль. Коллеги, у нас, по сути, остался последний вопрос из дискуссии, потому что мы все вопросы обсудили. Вы знаете, что у нас вынесены вопросы, на дискуссию были отдельные. И вот как раз я хотела адресовать вопрос профессору Либман, насколько он считает актуальным исследовать грозной кровоток сегодня, коль скоро мы говорим о роли сосудистых факторов прогрессирования заболевания. Здесь два момента есть. Первый – практический компонент. То есть, пациент сидит перед вами на стуле. Я хочу вот такой сценарий обсудить. Что заботят пациента? В первую очередь, я собираю анамнез гипертензии, глаукомы. Ну, или есть ли у них гипотензия, имеется в виду системная. Системная. И чаще всего я вижу маленькую женщину, пожилую. И чаще всего у него низкая АД и норматизмная глаукома, которая прогрессирует. Чаще всего таких вижу. Что касается исследовательских задач и целей, то это очень важная задача, потому что мы хотим лучше понимать, что происходит с пациентом, какова роль перфузии глазной. У нас есть инструменты замечательного измерения перфузии в глазу, и мы проводим интервенционные исследования, которые позволяют мониторировать и АД тоже. То есть мы проводим контроль АД, а также исследованием дозы антигипертензивных ТПРВ. Извините. Чтобы сопоставить течение глаукомы и артериальной гипертензии, мы должны интервенционные исследования. Мы должны смотреть, будет ли нейропротекция какая-то, если мы адекватное ВГД поддерживаем, и оценим одновременно перфузионные показатели глазные. То есть это важные диагностические задачи, терапевтические, в рамках проводимых научных исследований. Большое спасибо за ответ. Я бы хотела узнать точку зрения профессора Пака, потому что тоже очень много глаукомы нормального давления. Вы как-то обращаете внимание на сосудистые факторы и исследуете ли вы глазной кровоток в своей практике? В нашей клинике чаще всего мы измеряем давление, видимо, ВГД, и мы хотим... Нет, наверное, артериальное давление, особенно высокое давление ночью и утром. В таких ситуациях мы можем ВГД использовать, и мы можем скалькулировать таким образом перфузионное давление, измеряя АД и ВГД. Но отслеживание перфузионного давления – это не нечто рутинное в нашей практике. Но, как уже сказал доктор Либман, нам требуется проверять, то есть отслеживать артериальное давление и совместно с терапевтами вести наших пациентов, конечно же. Мы должны убеждаться в том, что адекватно контролируется артериальная гипертензия у этих пациентов. Перфузионное давление, конечно, важный фактор, потому что это фактор, независимый от статуса ВГД. Но во время лечения внутроглазное давление – это основной параметр и показатель, который мы отслеживаем. Даже если мы хорошо контролируем ВГД, а пациент при этом продолжает прогрессировать, то нам нужно найти независимые от ВГД факторы, способствующие прогрессии. Может быть, это системная АД низкая или перфузионное давление низкое. То есть, конечно, эти факторы нельзя упускать из внимания, из виду. Что касается исследовательских задач, ОКТ-ангиография или перфузия глазная – это очень интересное поле для исследований, чтобы разобраться лучше с патогенезом глаукомы. Большое спасибо, профессор Пак. К вам поступил вопрос от российской аудитории. Доктора интересуются, если у вас так много глаукомы нормального давления, применяете ли вы агрессивные методы лечения? Ну, например, выполняете ли вы синус-тробиокулактомию пациентам, у которых, казалось бы, офтальмотонус в пределах среднестатистической нормы? Но вы видите прогрессирование при этом. Если ВГД остаётся нормальным, нормально контролируется, при этом есть прогрессирование глаукомы, тогда я рекомендую хирургию тробиокулактомию, даже несмотря на то, что давление в ВГД нормальное. Нам всё равно ещё больше нужно снизить давление у таких пациентов. Спасибо. Профессор Либман, комментарий. Большинство наших пациентов, говорит профессор Либман, имеют статистически нормальное давление, даже после операции. Мы их оперируем, лечим, ещё больше снижаем давление, 16-17-18 мм. Наиболее частая ситуация после проведенного лечения, они прогрессируют при этом. Это очень частый сценарий в нашей практике. Если вы снижаете давление до 6-7-8 мм, а пациент при этом продолжает прогрессировать, то тогда другие механизмы вылечены. Дальнейшее снижение давления уже не показано. Но у большинства пациентов, конечно, давление свыше 10 мм, когда мы предлагаем операцию. Большое спасибо. Очень интересные комментарии. И, я думаю, очень важные практические рекомендации. К большому сожалению, наше время нашего телемоста подходит к завершению. И мне бы хотелось в качестве резюме показать последний слайд. Коллеги, будьте любезны, покажите слайд, где я постаралась резюмировать все доклады и, как это говорят, что остается нам на заметку, нашим докторам практически. Спасибо большое, коллеги, за ваше внимание и участие. Спасибо, говорят все ваши спекеры. Да, итак, коллеги, мы подвозим итоги. Итак, взять на заметку. Выявление прогрессирования и его скорости – ключевой момент мониторинга глаукомы. Далее, для более точного определения скорости прогрессирования нам необходимо исследовать структуру и все-таки поля зрения, о чем сказал профессор Хут, обязательный. Чем больше, тем лучше. В перспективе возможны циркуляторные параметры. Скорее всего, это катангиография, которая сейчас выходит на авансцену. Определение прогрессирующего истончения слоя нервных волокон и слоя ганглиозных клеток плюс внутреннего плексифонного слоя позволит выявить прогрессирование глаукомы до ухудшения полей зрения. И все докладчики, вы сегодня обратили внимание, подчеркивали важность широкоформатной визуализации этих структур. То есть, одновременно мы видим диск, перепопулярную сетчатку и макулу. Для глаукомы характерно раннее вовлечение макулы. Поэтому важны исследования, в том числе и центрального поля зрения, периметрический тест 10.2, а также микроциркуляции этой зоны. И в прогрессировании глаукомы важную роль играет уровень глазного перфузионного давления. Следует избегать значительного снижения, насколько возможно, его особенно в ночное время. И это очень важная заметка. То есть, как сказали нам корейские коллеги, это рутинная практика у всех больных оценивать перфузионное давление. Ну и, наконец, глаукома многофакторное заболевание. Мы сейчас стоим в преддверии оценки фенотипов глаукомных. И в каждом индивидуальном случае необходим фенотипический подход. Дорогие коллеги, я очень благодарна вам за то, что вы нашли возможность в пятницу вечером присоединиться к нам и послушать этот очень важный, с моей точки зрения, очень практический телемост. Владимир Николаевич, у вас есть что-то добавить? Уважаемые коллеги, мы заслушали несколько таких фундаментальных докладов. Сегодня тема была диагностика глаукомы. Чем больше мы вникаем, чем больше мы узнаем, чем больше оборудования мы получаем, тем больше вопросов остается. Насколько я понял, вопрос глаукомы вечный, неисчерпаемый. На дискуссии у нас время было не так много. И вот последнее замечание практического плана по поводу ведения пациентов с глаукомой, по поводу интерпретации данных и практических выводов, которые мы можем использовать в своей практике. Это, конечно, очень интересно. Это будет темой наших дальнейших конференций, дальнейших симпозиумов. Хочу поблагодарить спонсоров, которые принимали участие в организации нашего конгресса. Наш федеральный медико-биологический центр имени Бурназяна, который тоже принимал большое участие в организации этого симпозиума. И, конечно, поздравляю вас, Наталья Ивановна, с успешным проведением этого симпозиума. До новых встреч. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо, уважаемые коллеги. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok